Здраво! Меня зовут Мир Коздравич. Глава Республики Ради Хабиров недавно сообщил, что руководители предприятий и чиновников, не соблюдающих масочный режим, необходимо наказывать вплоть до увольнения. А 89% россиян, согласно недавнему опросу в ЦИОМ, поддерживают введение обязательного масочного режима. А что думает Уфимца о масочном режиме? Давайте узнаем об этом прямо сейчас. Погнали! Нужно носить маски? Нужно. А почему? Потому что идет какой-то вирус, который мы еще не знаем точно. Я не в курсе, я не инфекционист. Не знаю, на всякий случай ношу. Если все носят, да. Мне помогает. Я думаю, помогает. Лучше надеть маску, чем без нее все-таки ходить. Если весь мир говорит, что надо, я как биолог, могу сказать, что лишние меры не повредит. У меня всего, это не процесс. Каждые 2-3 часа тогда влияет, а вот некоторые просто носят, но они не знают. А то есть на постоянку это бесполезно? Ну да. Чисто уменьшить процент распространения. Я не думаю, что она помогает. Ну так как народу скопления много, так что кто-то больной, кто-то не чихает, кашляет. Ну помогают в чем-то. В чем-то, наверное, нет. Процентов на 50 дам. Ну говорят же, здоровым-то зачем носить? Ну эти маски так-то не помогают все равно. Нет, они никак не могут помочь. Сами посудите на маски, если посмотреть. Они не такие уж защитные. Откуда я знаю? Вот это в интернете написано, да? Микробы вот эти коронавирусные. Они до того мелкие, 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 что это маска, а в масках бирки-то большие. Размеры выросли настолько маленькие, что это волейбольный сырка ловит мух. Почему заставляют носить маски нас? Чтобы меньше риск на заболевание было здесь. Она же не помогает. Ну так-то да. Что делать с теми, кто маски не хочет носить? Вот таких вот уже любит. Ну это их проблема. Ну это их личное дело. Хотят бороться с масочным режимом, пускай борются, пускай не надевают маску. Зачем как бы свое мнение навязывать другим? Пока не коснется? Когда кто-то из русников переболеет, тогда они будут носить. Я думаю, просто не пускать их. Не пускать их никуда вообще. Пока не оденут. Пропагандировать как-то? Поощрять. Копеечку на счет. Ну хоть шоколадку. Ну если кривая заболеваемости будет расти, то, наверное, придется когда-нибудь пожестче меры принимать. А пока на сознательности. Если еще у людей есть деньги, пожалуйста, страху. Деньги у людей есть у людей? Вряд ли. Ну первый там пару раз предупреждение можно. Уже повторные. То есть это как... То есть там суммы не могу сказать. То есть у всех доходы разные. Первый раз предупреждение, а во второй раз уже, конечно, можно штрафовать. Где-то 50-100 рублей. Кому-то и 100 рублей может быть много. То есть самой бабушке. Пенсионеров можно. Пенсионеров можно и поштрафануть пару раз. Какие-то, может быть, сделать, там, не знаю, пенсионеров, там, меньше... Пенсионерам скидка, да, допустим? Проводящим. Вот 5 тысяч сейчас есть. 5 тысяч много, да? Даже не знаю. Наверное, нормально как раз-таки. То есть 5 тысяч нормально? Или, наверное, много, даже не знаю. Как? Может больше. То есть чем больше, тем оно... Конечно, конечно. Шабра очищал. 3 тысяч. Ну да, 3 тысячи может быть. Ну, не знаю. 2 500. 2 500. Ну, для начала можно 2 500. 2 200. Для приз. Для динамитации, зачем? Если штрафы, они сразу, грубо говоря, весь треугольник охватывают, то личный пример, он охватывает только от тебя вниз. То есть он, его там замы, потом дальше, дальше, дальше. И это вот пока вниз спустится, пройдет больше времени, чем если сразу штрафовать всех. Вот я совок, да, откровенно говоря. С советских времен. Нас, в принципе, крепко держали в те времена. Поэтому я лучше одену маску, не дай бог попасть, как говорится, в руки правосудия. Ну вот и все. Меня зовут Мирка Здравич. До скорых встреч.